Всем привет, с вами Гару, вы смотрите обзор Dawn of War 3. Когда-то каждая игра по Вархаммеру воспринималась как настоящий праздник и маленькое чудо. Наконец-то по моей любимой вселенной появилась крутая компьютерная игра. И вспомните, с каким промежутком они, блин, выходили. Теперь же по одному сорокатысячнику выходит 3-4 игры в год стабильно, а чаще больше. Вот только куда-то делось то самое ощущение выхода крутой игры по любимой вселенной. То ли игр стало слишком много, то ли упало качество. Что, впрочем, неудивительно. За последний год мы поиграли в шутеры по Вахе, пошаговые варгеймы, экшены и даже шахматы по Вахе. Шахматы, блин! Ну да ладно, не будем о грустном. Вот, наконец-то Dawn of War 3. Анбековая, порицаемая многими фанатами оригинальной настолки и серии игр. Да, да, я помню времена Доберастов. Но, тем не менее, наиболее близкая по духу к оригинальной вселенной серии игр. Кровь, жестокость, пафосные спейсмарины, безумные орки, ковальдные эльдары. Вот, чего мы ждем, собственно, от стратегии по Вахе 40К. Она просто не может быть другой. Ваха без пафосного превозмогания это Старкрафт какой-то. Своё мнение я буду высказывать по многочисленной доступной уже информации и прошедшим бета-тестам мультиплеерной части игры. Поскольку тема серьезная, игра по Вахе как-никак, а рассказывает вам Гара, то я разберу все по полочкам. Во-первых, это, конечно же, визуальная составляющая. График, анимация и работа художников. Сразу скажу, графоний офигенный. Красочно, сочно, ярко и от масштабных баталий дух захватывает. И не зря многие находят много общего в скринах Dove 3 и Старкрафта 2. Если убрать интерфейс, то визуальное исполнение на первый невнимательный взгляд действительно схоже. Почеркну, речь идет именно о исполнении. К сожалению, разработчики решили не идти по пути кровавого реализма а-ля Company of Heroes. Так что у ужасающих и безумных фаталити из первого Down of War тут места не нашлось как-то. Нет, своеобразная расчлененка и кровичек, конечно, присутствуют. Но она и в Старкрафте есть. Но вы сравните уровень жестокости того же Старика и первого дома. Это небо и земля. В то же время, надо понимать, что для каждого из нас все-таки Вархаммер свой. Для кого-то он представляется именно таким вот мрачным и суровым, как черно-белые арты из Флавбиблии. А для кого-то он яркий и красочный, как покрашенные армии на игровом столе. Чистой воды и вкусовщина. Но Dove 3 именно цветастый, именно красочный. И даже слегка по-мультяшному гипертрофированный. Ну да ладно, визуальная часть это визуальная часть. Она выглядит действительно клево, но самое главное это геймплей. Мы все это понимаем. И тут разработчики решили вернуться к истокам в целом ряде аспектов. Во-первых, Down of War это вновь игра про захват точек и реквизишн-поинты. А также строительство базы и найм юнитов. И Down of War 3 это вновь игра с акцентом на мультиплеерные сражения. Именно поэтому все бета-тесты посвящены мультиплеерным зарубам игроков. Именно поэтому выбран такой слегка мультяшный визуальный стиль. И именно поэтому на стартовом этапе мы видим лишь три расы. Спейс-маринов, орков и эльдар. По каждому пункту есть много чего рассказать. Но давайте по порядку. Да, мы как и раньше захватываем точки для получения реквизишн-поинтов. Но канула в лету вся механика добычи энергии из оригинального дома. Никаких тебе генераторов. Эта функция теперь также переведена на фор-посты. И это офигеть как меняет геймплей. Наряду с новыми особенностями карт, о которых я расскажу чуть позже. Теперь, лишившись точки, вы теряете сразу два ресурса. И как следствие, вариант отсидеться в обороне попросту в игре отсутствует. Постоянные сражения на одной из точек это неизменное начало большинства партий. Ко всему вышесказанному, в игре отсутствуют оборонительные турели. Но разве что на фор-посте можно ставить турельку для галочки. Как итог, игра стала более динамичной и быстрее втягивает вас в противостояние. Если же вы любите поиграть в РТС именно в формате, посижу полчаса на базе и потом райт-кликом отправлю на базу противников 100-500 танчиков, игра вам вряд ли зайдет. Большой акцент в игре делается не на каком-то хитром развитии и апгрейдах юнитов, то что обычно называют макро-менеджментом, а именно на микро-менеджменте. Умение управлять своими войсками вовремя и правильно применять их умения, которых стало еще больше, чем в Dawn of War 2. И отводить подраненных отряды. Ну вы понимаете, отводим отряд, пополняем его, стандартная механика для Дова. То есть, с одной стороны, мы имеем строительство и ресурсы из первого Dawn of War, а с другой, 90% времени вы заняты именно управлением войсками и сражением, как в Dawn of War 2. Не надо думать, что перед вами реинкарнация первого Дова, или боже упаси, что это Старкрафт в обертке Вахи. Нет, это очень самобытная и необычная по механике игра. Коль уж речь зашла о Старкрафте, думаю, вы уже сталкивались с утверждением, что в новом Dawn of War, Space Marina это Тирани, Эльдар и Протасы, а орки своеобразные зерги. И в чем-то это, к сожалению, верно. Треугольник из трех сторон конфликта, видимо, действительно показался разработчикам более удачным для игрового баланса. И практические плюсы такого подхода налицо, посмотрите на тот же Старкрафт. С другой же стороны, это приводит и к совершенно диким для вселенной игры вещам. Орки, а козерги, многочисленные и бегают быстрее всех. Да, они бегают быстрее Эльдар. Отчего все любители настолки и Бека наверняка слегка окосили. Да и теряется самое главное, как бы фишка Вахи и ее многообразие. То есть имперская гвардия... Так, тьфу, да не имперская гвардия, а астромилитарум. Все забывали, что их переименовали. То есть различные ордена космодесанта, Эльдары, Темные Эльдары, Микроны, Тау, Хаос, Тираниды, Орки и так далее, и так далее. Эти армии делают вселенную Вахи такой крутой. Каждый в ней находит что-то свое. И этого в игре нифига нет. У нас есть только три стороны. Классический треугольник. А Орки, Зерги, Протасы, Эльдары и Тираны, Спейсмарины... Ну, качественный геймплей это круто, но как-то грустно. Будем надеяться, что добавят DLC всех остальных. Говоря о геймплее, конечно же нельзя рассказать о системе тиров или грейдов. Теперь спустя какое-то время поднимается тир игры. И красивый женский голос сообщает, что накал войны поднялся на новый уровень. И теперь урон с пушек башен увеличивается. Ну, а вам становятся доступны новые умения, герои, юниты. То есть основная фишка данной системы, что она делит игру на своеобразные фазы. И позволяет вам распланировать сражения на несколько этапов. То есть в первом тире мы делаем то-то-то. На втором переходим уже на других юнитов и стараемся давить противника по-другому. Используя другую стратегию и тактику. Ну, а дальше и вовсе разворачиваемся во всю мощь. Еще один интересный элемент, чем-то мне, кстати, напомнивший мультиплеер компании у Heroes 2. Это наборы пассивных умений. И, по сути, составление ростера вашей армии. То есть пресет трех уникальных пассивных или активных умений. И пресет трех персонажей или отрядов. Ну, они тут именуются элитой. Хотя в элиту в это входят, еще раз повторюсь, как герои. То есть тот же Габриэль Ангелос. Так и отряды. К примеру, термосы. Или караул смерти. И вариантов этих самых способностей, кстати, в игре огромное множество. Позволяя действительно создать что-то по-настоящему уникальное и комфортное в геймплее именно для вас. Или что-то бэковое. Например, выбрать покрас каких-нибудь космических волков. И выбрать им соответствующие умения, которые будут отражать дух этого ордена. На бумаге, конечно, все это мега круто и фаново. Но мы-то с вами знаем, что закончится это дайбокс со двумя-тремя играбельными вариантами для каждой фракции. И это еще в лучшем случае. Ах да, я же обещал рассказать про особенности карт, показанных на первом тесте. Больше всего, на самом деле, карты напоминают доту. У каждой из команд есть поварку, энергетическое ядро, которое должно уничтожить команда оппонента. Но перед тем, как вы получите возможность атаковать ядро, вам надо уничтожить две башенки. А до этого пару щитов. Ну, короче, вы понимаете, откуда ноги растут. На самом деле, играется мега офигенно. С одной стороны, какие-то раш-стратегии с забегами на базу исключены в первую минуту. Нет, теоретически можно, но не суть. А матчи не заканчиваются за пять минут. И в то же время динамика игры бешеная. На самом деле, такой вот подход к картам, это очень серьезный задел для киберспортивного будущего игры. Действительно что-то новое. Это такая дота от мира стратегий. Кстати, следующий пункт как раз-таки покажет, что, возможно, задел под доту от мира стратегий непросто. То есть, отдельный пункт это кастомизация нашей армии. Все наши элитные отряды и герои имеют пару моделек на выбор. И на этапе, ну это на этапе первой беты. И скорее всего, эти самые модели для них будут в дальнейшем продаваться отдельно и появляться все новые. Ну, помните, как различные костюмчики для героев в доте и все такое. Само собой, всю свою армию можно покрасить в армии пейнтере. И это очень похоже на тот же функционал, что был в Dove 2. Если идет речь у нас о Space Marine, то в пресете у нас довольно много орденов первого и немножко второго основания. Ну и, конечно, можно создать что-то свое уникальное. Единственный минус на мой вкус, это в этой части игры это именные герои. То есть, все же, если я хочу отыгрывать Блэк Темплуаров или тех же Космических Волков или Темных Ангелов, то, блин, очень странно, когда они будут идти в бой под предводительством Габриэля Ангелуса из Кровавых Воронов. Он, кстати, не меняет ни свою раскраску, но это тоже странно. Гораздо лучше, если бы это было, как в первом Dove, просто какой-то безымянный капитан. Вообще всяких мелких фишечек в игре огромное количество. К примеру, теперь можно прятать войска в различных кустах, как в каком-нибудь Лоле. А привычные апгрейды оружия отрядов из первого Dove тут канули в лето, к примеру. Так что заменить какое-то оружие в спонсионах вашего танчика у вас уже не выйдет. Музыкальное сопровождение игры, кстати, божественное, а вот некоторые звуки все-таки подкачали. Насколько офигенно бабахали болтеры в Dove 2, то есть они реально прям бум-бум, как какие-то гранатометы. Ну а здесь они просто пинг-пинг-пинг. Уныленько. Если же подытожить все вышесказанное, несмотря на то, что многое вам будет знакомо по первому или второму Dove, игра получилась очень самопытной и серьезным крутым мультиплеером, где я лично планирую слегка подзависнуть. В частности, благодаря подписчикам ключик на финальный тест я раздобыл и планирую лично опробовать уже самый по стриме. Что же касается сюжетной части и кампании игры, то ее я пока не обсуждал, будет понятно уже после релиза, что с ней и как. Но в целом пока что разработчикам лайк, и игра получается действительно интересной и необычной. Будем пробовать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok